51-летний Зуфар Тазидинов А дальше, как по накатанной титул, приходил за титулом. Стать чемпионом мира среди ветеранов помог собственный Сындамир, который сейчас работает тренером в одном из ульяновских фитнес-клубов. 25-летний парень признается, любовь к спорту ему привил отец с детства. На первом соревновании подготовил чемпионат России, он стал третьим. Расстроился, я говорю, не надо расстраиваться, я говорю, все впереди, дожди. Любой старт это опыт. Решили дальше готовиться. Пропустили сезон, то есть никуда больше не ездили, целенаправленно готовились к чемпионату России. На следующий год он уже выиграл чемпионат России на обе руки и потом отобрался в состав сборной России. Поехали чемпионат Европы, где также удачно выступил. На следующий год подготовились, поехали чемпионат мира в Малайзию и выигрались. Под присмотром сына, слушая все рекомендации и замечания, Зуфар по три часа, три раза в неделю проводит в спортзале. При подготовке к соревнованиям интенсивность тренировок увеличивается. Он нуждается в моей помощи, поэтому это как тренер и спортсмен. То есть личного ничего нету, просто работаю и все. А так, как в обычной жизни, то есть отец, сын, как положено. Это он все пишет для меня, потому что он отучился для этого. Пусть работает, свою работу. Он же на тренера учился. А чтобы себя не напрягать, еще там высчитывать все. Он за меня считает и тренирует. Мне легче. Мне только тупо заниматься и все. Мы никогда не ссоримся, мы друзья. Из-за чего? Дома я ругаю, например, но не ссоримся. Слово мне не скажет. В прошлом году Дамир помимо армрестлинга всерьез увлекся масс-рестлингом. Толчком стала травма, полученная на одном из чемпионатов. Всю свою энергию парень стал направлять в национальный якутский вид спорта. Масс-рестлинг и армрестлинг – это совсем разные вещи. То есть их объединяет только то, что это единоборство. То есть два человека конкурируют между собой. Масс-рестлинг – это движение на себя, как бы перетягивание палки. Садишься напротив друг друга и, когда судья говорит команду, начинаешь перетягивать палку на себя. То есть отцелили отнять палку или перетянуть человека на себя. А армрестлинг – это чуть-чуть потяжелее, так как он уже давно в Россию завели. И как бы это вид спорта. И федерация уже давно есть. Вслед за сыном перетягивать палку начал отец. Упорство, постоянные тренировки вновь довели его до уровня престижных соревнований. Мы сформировали команду Ульянской области и поехали в Чебоксары на чемпионат Приворского федерального оборота. Это уже отборчное соревнование чемпионата России. Тоже как бы думали, наверное, проиграем, больше не будем выступать. Поехали, вроде хорошо все выступили. То есть все места заняли с первого по третий тоже. С этих соревнований только первые два места имели сейчас на соревнование на чемпионат России отбираться. То есть кто какого я тренировал в этом зале по мастер-рестлингу, они все отобрались. Девочка, отец мой, еще один мужчина. И решили поехать на чемпионат России. Чемпионат России был в конце мая в Нальчике. Ну, мне лучше, конечно, арм-рестлинг. Потому что как-то тут еще возраст же все равно. 51 год. Никто не начинает мастер-рестлингом заниматься. Тяжеловато. Ну, пробовал, выиграл пока. Лисовой категории свою. Ну, меня за счет рук. Руки сильные, палку не отдаю. И все. Они устают, отпускают палку. Два года не езжу пока. Ну, все выиграл, пока отдыхаю. Ну, собираюсь скоро возобновить тренировки. И с выше 50 начну, наверное. Там возрастная группа есть, с 50 до 60. А я с 40 до 50 выиграл. Сейчас хочу с 50 до 60 выиграть. Также честно, Зуфар признается, что гордится сыном. А главным залогом в воспитании детей считает поведение самих родителей. Как ты себя поведешь, такой пример возьмут дети, мне кажется. Как у тебя семья, как ты с женой относишься к жене. Если семья нормальная, то и дети тоже нормальные. Я же думаю, например, на жену не ору. И он даже не знает, что такое, например. И не пью. Ну, выпиваю, но не пью. Тоже видно. Я ни разу не видел, что он пил, например. Ему 25 лет. Некоторые уже там 18 показывают себя. Я его ни разу не видел. У Читы Тазиддиновых есть не только сын, но и дочь. Девушка также разделяет увлечения брата и отца. Сейчас они все семьей усердно готовятся к соревнованиям Привожского округа. Благодаря успешным результатам наших спортсменов чемпионат ПФО по масс-рестлингу в следующем году впервые пройдет в Ульяновске. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.